Здравствуйте, дорогие друзья! Это Илья Калмановский, и я хочу сделать небольшой апдейт про нашу замечательную лабораторию фантастических тварей. Мы очень ждем новых и новых участников проектов. Пожалуйста, подключайтесь, записывайтесь в эти проекты и делайте их, потому что это страшно интересно. Напомню, первый проект это проект с языком хамелеона под руководством Кирилла Гребнева. В FabLab вы будете работать с разными современными материалами, силиконом, пластиком, будете учиться, делать из них механические изделия. Наша задача сделать модель языка хамелеона так, чтобы он стрелял и чтобы можно было бы показать друзьям и посоревноваться в меткости. Следующий проект связан с жуками. Это, как вы помните, главное чудо природы. Мы с вами это обсуждали на лекции. Их 300 тысяч видов. Не все 300 тысяч, но некоторые виды обытают в лаборатории фантастических тварей. И Оля Жукова, по совпадению, если уж говорить про фамилии, будет руководить проектами. Очень странными, на мой взгляд, но чем более сумасшедшие они, наверное, тем это веселее и интереснее. По созданию таких удивительных жилищ для этих жуков. И в этих жилищах в одном случае будет сделана попытка создать среду, в которой у жуков в каком-то фантастическом романе могли бы вырастить человеческие мозги, что я считаю совершенно невероятным, но тем не менее вы можете попробовать. А в другом случае их жилища будут просто походить на человеческие, и это, наверное, будет смешно. Есть проекты по ксенопусам, по шпорцевым лягушкам. Если вы помните, их превратили когда-то в тест на беременность, если вы были на моей лекции. И вот в одном случае мы будем пытаться воспроизвести эту историю, как 60 лет назад люди узнавали, беременны они или нет. Мы будем делать этот эксперимент на шпорцевой лягушке. А в другом случае просто мы воспользуемся этим замечательным их свойством, что можно посреди зимы получить от них икру и головастиков, что невозможно сделать с обычными вот нашими лягушками. И вы будете выращивать головастиков, а кто-то может попытаться вырастить гигантского головастика, который проживет год. И этим проектом руководят Настя Лавлинская и Таня Марфина. Ну, продолжается проект со сверчками. Он чрезвычайно уже успешно идет. Им руководит Нина Горшкова. И там мы выводим породу боевых сверчков, гладиаторов, повышаем им агрессию путем селекции. Уже есть первое поколение, рожденное от чемпионов по агрессии. Посмотрим, куда все это покатится и не подчинят ли они себе всех в этой школе. Кажется, я ничего не забыл, но я уверен, что вы придумаете еще новые и новые проекты. Мы вас ждем в лаборатории фантастических тварей.